Всем огромный привет! Меня зовут Карина, у меня снова другая голова, я чуть-чуть по-иному постриглась. И сегодня у нас будет видео о моих последних парфюмерных покупках 2021 уходящего уже, и слава богу, года. Не буду долго затягивать вступление, просто несколько новых ароматов, которые появились у меня. Это не новые, в смысле, только вот горячие новинки только вышли, нет, просто те новые ароматы, которые появились у меня в уходящем году. Часть из виш-листа, часть не из виш-листа. В общем, недолго затягивая вступление, по традиции, лайк, подписка, колокольчик, комментарий, поделиться в соцсетях. Это, во-первых, приветствуется, во-вторых, это очень сильно любит YouTube. Показываете вы таким образом алгоритмом YouTube, что вам нравится мой контент, что вы с удовольствием его смотрите и немножко помогаете его распространению. Поэтому проделали весь вот этот ритуал, плюс это мотивирует меня, соответственно, снимать новые видео, когда я вижу, что видео шерятся, когда я вижу, что видео лайкаются и так далее и тому подобное. А я желаю вам приятного просмотра и перехожу непосредственно к теме. И первое, что я вам покажу, это аромат, который я не сразу поняла, ну как не сразу, со второй попытки. Когда я его в первый раз попробовала в начале этого года, я такая думаю, ну окей, ну вот что-то не настолько прям, чтобы, знаете, вот прям лечь и умереть. А когда попробовала второй раз, думаю, да, 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 нравится, нравится, хочу, но что-то как-то в полную стоимость, не то, что уже и не хочу. Ну, во-первых, потому что, правда, я считаю, что я немножко живу, знаете, 2013 годом в плане курса доллара. И я понимаю прекрасно как раз тут цены, я отдаю себе отчет в этом всем, да, кто, если не я, внимательно вообще следит за курсом и начинает день с просмотра курса валют. Но тем не менее у меня у вас вот оценка стоимости парфюмерии, она как-то застряла на 2013 годе, и мне морально очень тяжело выложить за люкс полную стоимость вот того, чего хотят. Хотя я отлично понимаю, что да, такова реальность, что сейчас это столько стоит. Ну, короче, в полную стоимость я как-то закрысила и ждала, 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 и вот в итоге, короче, купила. Я вам так и не показала, что это. Это Armani C Intense. Это Armani C Intense, я считаю, что это одна из самых удачных, один из самых удачных запусков 2021 года. Это совершенно точно один из самых удачных фланкеров 2021 года, наверное, один из трех. Наравне с Black Opium Extreme, наравне... Вот он в этом году вышел или в прошлом? Наравне с Идоль Интенс, если он вышел в этом году, и наравне с Лейнтер Деруш. Не буду говорить сейчас про Маск Нуар от Нарцисса Родригес, потому что он настолько выбивается из того, какой изначально была линейка, он гораздо менее мускусный, он гораздо более сливовый, поэтому о нем не станем. А вот если о таких прям вот такого тяжелого, знаете, хай-люкса, вот этих топовых брендов, то это, безусловно, один из самых удачных фланкеров. Я к линейке C отношусь нормально. Не могу сказать, что прям я там фанат ее, но не могу сказать, что я ее не люблю. У меня в свое время носила хорошая приятельница классический Армани C, и я ей его в свое время даже рекомендовала. Сама я очень люблю классический C в геле для душа, потому что вот там вот невероятно красивая смородина. Все остальные мне как-то не хотелось, поэтому у меня никогда не было их. А вот версия Интенс 2021 мне очень зашла. Собственно, версия 2015 тоже хороша, но я ее пропустила, когда она вышла только. Никто не обратил тогда на нее мое внимание, но опять же, это был 2015 год. В 2015 году и я, и все мы жили в парадигме того, что люкс вообще не делает ничего хорошего, поэтому и смотреть туда не стоит. И вот можно даже зафиксировать ошибку, что на самом деле хороший аромат это выходили, просто действительно их никто не заметил. Но этот фланкер, это шипр, это шипр фруктовый, со смородиной, с розой, с пачули. И роза пачули смородина вы уже так, наверное, подумали, что есть еще один аромат, вышедший в этом году, который тоже построен на этой теме, но там, конечно, шипровость более очевидна. Это Изи Ля Ньюи от Сеслей. Изи Ля Ньюи от Сеслей я купила, когда она только вышла, но я купила 100 мл и, конечно, сильно ошиблась, потому что в итоге меня эта огромная сотка начала бесить, я ее продала. Нужно будет вернуть аромат в свою коллекцию. Сейчас я доношу от Левант, который я себе оставила. И я верну его в свою коллекцию уже в виде 30 мл обязательно. Си Интенс очень хорош. Он, с одной стороны, достаточно сладенький и такой коммерческий, что, безусловно, понравится, в принципе, людям, которые любят просто какие-то модные, популярные парфюмерные профили. А с другой стороны, в нем есть вот эта шипровость. Он гораздо более структурный, он гораздо лучше натянут вот в этой вот такого какого-то эмоционального напряжения от аромата. Действительно, очень хороший парфюм. Обязательно попробуйте, если... Я не знаю, потому что в этом году я и мои коллеги, мы очень много говорили об этом парфюме. Если вдруг вы его еще как-то пропустили, обязательно попробуйте, потому что, возможно, он вам тоже зайдет, потому что мне невероятно нравится. И я его купила супервыгодно. К чему я вот вначале был такой долгий спич про цену? Потому что я его купила супервыгодно. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, вы прям вот влажаете, ребята, потому что я в своем телеграм-канале регулярно публикую всякие промокоды и акции от разных сайтов разных брендов. И на сайте armani-beauty.com.ru регулярно у них просто... Я считаю, что вот в прошлом году я говорила, что самые щедрые на всякие подарки – это сайт Lancome. Armani в этом году забрали пальму первенства, потому что, знаете, по промокоду при покупке на 4 или 5 тысяч рублей у них можно получить в подарок плюс один 30-миллилитровый флакон духовый, еще кучу всякой мелочи, типа миниатюра туши, миниатюра помады, какая-нибудь монетница, там, сэмплы и все такое. И несколько раз они мне присылали такие промокоды, я их публиковала в канале, и многие люди покупали, собственно, я вижу это по статистике своей, пользовались этими промокодами. И я дождалась, когда по этому промокоду в подарок шел 30 миллилитров Armani Sea Intense. И мы с Дашей Сак купили два одинаковых флакона. Обошелся каждый нам в 2600 рублей, потому что это типа 500 он стоил, вот, и там еще была скидка за онлайн оплату, соответственно, вместе вышло, короче, 2600 за флакончик, и еще подарки распотрошили, разделили. Поэтому подпишитесь на мой телеграм-канал, я вас заклинаю. Пока я не вбила практику того, что я все промокоды размещаю платно, я думаю, что пока еще нет, вам прям вот, там может быть много всего полезного, ссылка всегда есть в описании под видео, проходите туда. Дальше, дальше. Это один из лучших запусков года прошлого, 2020-го, но в 2021-м линейка полнилась еще двумя ароматами, он у меня очень под цвет одежды, я говорю о мандарине от лаборатории Альфа Тива. Если вы ищете для себя парфюм, который пахнет мандарином, вот он, вот это самый реалистичный мандарин просто ever, очень классный, это мандарин с еловыми лапами, у меня вот здесь вот буквально стоит в вазе еловые сосновые ветки, я даже, знаете, я даже сделаю сейчас вот так, просто два пшика туда, и это будет хорошо дополнять. Это аромат с идеальным новогодним настроением. Если вы не тот человек, который, как я, носит ангел просто на Новый год, и вообще не нужно ничего решать, то вполне может быть, что мандарина от лаборатории Альфа Тива – это ваш вариант, потому что это правда, Жан-Клод Ильина сделал самый реалистичный мандарин, зимний, новогодний, вот именно в нашем таком традиционном, российском, постсоветском прочтении, когда мандарины приезжают к Новому году, и ты уже к 10 января просто, да, 80% состоишь из этих самых мандаринов, я так точно, поэтому вот если вам такое надо, а мне, например, такое надо, то обязательно обратите внимание на этот парфюм. Еще один аромат тоже с русским настроением, очень его хотела, и невероятно рада, что офлаконила, но опять же, сейчас взяла большой флакон под поделиться, я думаю, что в итоге продам остаток и куплю себе маленький. Я говорю об аромате Маск Милана Russian Tea, русский чай. Это один из самых крутых ароматов на тему чая, потому что представьте себе зимний поезд «Красная стрела», который едет из Москвы в Петербург. Вот как раз вы едете не в сам Новый год, а на новогодние каникулы, вот там 2-го, 3-го января, вы едете в Питер, и вы там будете, собственно, на всех этих новогодних каникулах и гуляниях. Только отмотайте тайм-ленту на 10 лет назад, когда в поездах еще можно было курить в тамбуре. И вот просто представьте себе, вы стоите в тамбуре, с чашкой крепкого чая в подстаканнике, такого вот черного прям. Пахнет поездом, пахнет вот этим мазутом, пахнет немножечко сигаретками где-то. Причем в плане запаха в аромате этого нет, но это есть в настроении аромата. Я думаю, вы понимаете, о чем я. То есть вроде бы не пахнет, но мозг это достраивает сам по себе, потому что вот какой-то такой общий вайп, что вот этот обледенелый тамбур, там теплое классное купе. Вы сейчас здесь стоите, докуриваете сигарету, допиваете чай, бежите в свое купе под одеяло, засыпаете, просыпаетесь в этом невероятном волшебном зимнем Питере. Ходите, гуляете по Невскому, по этим сугробам, идете обязательно в Эрмитаж, куда-то смотрите на то, как если вдруг потепление, как идет лед по Неве, и все вот такое настроение в аромате, вот оно все здесь. Крепкий черный чай, немножко с дегтем, с сапогом, с малиной, обалденный, потрясающий. Лучший аромат на тему чая, который я знаю реально. Вот я очень люблю чай и лютанца, я люблю чай 5 o'clock, уже жамбар, я люблю Tifo 2, артизан-парфюмер, мне нравится Бракаровский и Dark Delight, и Early Morning, ну, наверное, про, ой, не Early Morning, а 5 o'clock, потому что Early Morning он зеленый, ну, короче, про 5 o'clock стоит говорить в контексте аромата черного чая. И, наверное, я сейчас еще могу вспомнить и Тенуар от Лилабо, и еще сейчас можно какие-нибудь черные чаи так повспоминать. Лучший. Мы просто не будем сильно долго затягивать, размазываться мыслью под его, мысью, реально, это лучший чай, черный, на тему черного чая аромат. И у меня уже по традиции, уже не в первый раз, у меня для вас есть возможность, собственно, попробовать все эти ароматы малой кровью и малыми деньгами. Дело в том, что с ребятами сервиса Сентур мы заколабились уже не в первый раз и сделали совместную коробочку таких вот зимних ароматов, самых разных. Здесь у нас, собственно, 4 парфюма в объеме 2 мл, то есть всего 8 мл парфюма. Стоит эта коробочка меньше 3000 рублей. Есть промокод, который есть в описании, он даст вам скидку, действует как раз на эту коробку. Там 4 аромата. Про все 4 аромата я много говорю, вот сейчас про 2 говорила, про 2 других говорила много раньше, хотя один, конечно, здесь явно такая прям заманушечка, заманушечка для вас. Короче, Angel Cher Killian, Pantera Cartier в духах, Mask Milano Russian Tea и Mandarin Laboratory Alphativa. 4 зимние грани, 4 грани новогоднего зимнего настроения. Если закажете вот буквально в ближайшие дни, то я думаю, что он к вам до Нового года-то успеет добежать. Если нет, то уже в каникулы. Сказочные, классные, интересные ароматы. Здесь все это вот так вот выглядит. То есть, собственно, можно это все попробовать. Объема, которого достаточно для того... То есть, не полноценные, конечно, отливанты, потому что, мне кажется, полноценные отливанты – это 5 миллилитров. Вот. Но это достаточный объем для того, чтобы вы могли с ароматом познакомиться, разносить его в полной мере и принять решение, нужен ли вам, в конце концов, большой флакон. Ароматы все объединены тематикой. Собственно, это тематика «Русская зима» у меня такая получилась. Хотя, конечно, Энджел Шер, наверное, немножко выделяется из этой темы, потому что он для меня куда-то больше, знаете, в сторону каких-то швейцарских шалей. Ну, представьте себе, что это зима где-нибудь, знаете, на каком-нибудь горнолыжном курорте, там, Роза Хутор, допустим, да. Ну, там что-то случилось, и сильно пошел снег. Большой щелкунчик. Собственно, поезд Москва-Петербург. Ну, и какой русский Новый год без мандариновой елки. Поэтому обязательно проходите внизу, как всегда будет ссылка. Коробочку можно заказать. Обязательно пользуйтесь промокодом, потому что он дает, собственно, ну, вполне ощутимую экономию. Я надеюсь, что мне удастся таким образом через коробочку вас порадовать, потому что ароматы клевые. Мы переходим дальше. Мы переходим дальше, и следующий аромат – это у нас Шонел. Шонел. Я себе купила с рук неполный флакон, неполный тревел, даже если быть более точным. Это изначально 20 мл, но здесь 15 примерно по объему. Это лё, лё, ну, номер 5, версия лё. Я хотела его с момента, когда он вышел. Я этот аромат попробовала, и я поняла, что он мне нужен. В принципе, я к пятерке обычно отношусь нормально, но не настолько, знаете, что прям бежать ее покупать. У меня были большие надежды на то, что я куплю себе классическую номер 5 в туалетной, наверное, воде. В этом году, когда, собственно, столетие пятерки, столетие аромата, я прям, вы знаете, возлагала надежды. Думаю, юбилейный флакон наверняка будет какой-нибудь красивый. В моём воображении он был белый с золотом. Или, может быть, белый с чёрным. Но я почему-то как-то белый с золотом представляла. Но вы знаете, как в своё столетие отпраздновала пятерка. Вот этот вот флакон, который они сделали, он какой-то совершенно непривлекательный, просто с большой цифрой 5. Поэтому я решила подождать. Думаю, может быть, как-нибудь потом. А тот подвернулся по очень хорошей цене, собственно, как оказалось, в итоге от моей даже и подписчицы. С рук вот такой тревел Лёшки. Я, недолго думая, я её взяла. Лёшка – это самая лёгкая, самая юная версия, версия номер 5. Здесь меньше альдегидов, здесь больше цветов, здесь больше каких-то таких вот первой капели. Нежный, цветочный. Вот если говорить, знаете, «Вечная юная» Шанель номер 5, Светлана Комиссарова часто употребляет этот термин. Вот для меня «Вечная юная» – это Лёшка, возможно, премьерка. Классическая eau de parfum, eau de туалет и тем более духи. Я никоим образом не могу применить этот термин, потому что мне кажется, что всё-таки это аромат, который что-то сообщает о своём времени происхождения хотя бы. А вот версия Лё вообще ничего не сообщает. И, конечно, мне очень нравится такой дизайн, потому что это лаконично, это стильно, это действительно вот это в шанелевском стиле, такой вот прям хороший минимализм, элегантный, знаете, без заигрывания, как коллекция «Фабрика» с этим молодёжным сленгом, когда у нас чем-то гель для душа налили в пакет из-под молока. А это именно здоровый шанелевский минимализм. Ещё одна покупка с рук. Ну, я люблю «Пантер». Да, и я понимала, когда я так сильно подсела на версию «Парфам», я понимала, что я остановлюсь и я пойду дальше. И мне нравятся ещё две версии «Пантеры», и это не классические. Вот версия «Оде Парфам», «Оде Туалет» мне нравится в меньшей степени. «Оде Парфам» есть у меня у мамы. Я, если прям, вот знаете, по суперхорошей цене попадётся, я возьму. Но так мне не надо. Мне больше нравятся версии «Эдишенсуар» и версия «Лажер». И вот мне попалась по хорошей цене версия «Лажер», поэтому я её, собственно, сейчас свитерком-то натру и покажу вам, чтобы не бликовало. Я её, собственно, себе купила. Версия «Лажер», наверное, самая строгая. С тех «Пантера» она более мшистая, она более такая когтистая. То есть вот этих вот нежных абрикосов, вот всей этой тонности, которая есть в духах, здесь нет. Здесь прям собралась и пошла делать дела и побеждать. И всё в таком духе. И при этом это, да, это вот этот вот шипр величественности Большого театра. Всё ещё очень довольна. В идеале, конечно, было бы, знаете, вот если бы 25 миллилитров или 20, вообще было бы шикарно. Ну и 50 по такой-то цене, 3000 рублей, вообще очень хорошо. Вот, поэтому рада, что он у меня появился. Теперь осталось себя флаконить «Дишенсуар». Там, к сожалению, меньше полтинника вообще никак не выйдет, потому что их просто не выпускали в объёме меньше полтинника. Но что уж тут поделаешь, как бы возьму как есть. И, наверное, тогда я с пантерами остановлюсь, наверное, не знаю. Может быть, знаете, сначала у меня же было как? Мне первый понравился «Дишенсуар», потом я влюбилась в духи, потом меня понесло, я пошла пробовать «Лежер». А сейчас, думаю, а кто меня знает, может мне в итоге в штырятый, в конце концов, а до парфюма, а до туалетный тоже зайдёт. Пойди, знай. В «Тревелах» приобретены были вновь два аромата. И я не помню, я вам показывала пчелу или нет. Вот я не уверена, что я вам её показывала, поэтому я решила вам её всё-таки показать. Это «Би» бренда «Зоологист». Это мёд с пыльцой, с пчелиным маточным молочком. Аромат, который был бы невозможно популярен у нас, если бы его было легко достать, и его достать сложно, потому что бренд базируется в Канаде и в Россию не шипят. То есть нужно заказывать... То есть вообще доставка парфюмерии из Канады в Россию – это, вы знаете, прохождение игры на самом высоком уровне сложности. Но иногда можно выловить в каких-то интернет-магазинах, которые находятся в Европе, и они уже шипят в Россию, но это всё равно. В любом случае, это доставка из-за рубежа, это, соответственно, дополнительные платы, и, может быть, растаможка, если это там ещё и заказ будет дороже, чем 200 долларов. В общем, мне повезло, потому что мне попался с рук «Тревел». Ну, не с рук, а в парфюмерном таком вот баре в Москве мне попался с рук «Тревел». Идеальный объём, потому что аромат очень стойкий, очень насыщенный, очень красивый. Один из лучших медов в парфюмерии, и, как я считаю... Я хотела сначала большой флакон, уже задурила голову Наташи, которая бывшая Наташа Фрагнатик, сейчас она Натали парфюмиста, и я уже ей задурить голову успела, потому что она в Канаде живёт, и, собственно, бренд в Канаде находится. А потом вдруг мне подвернулся «Тревел», и я думаю, так всё, отстань от людей, отстань от людей, купи «Тревел» и успокойся. Но отстала от одних людей, знаете, пристала к другим людям. Через мою парфюмерную подругу Анжелику мне повезло добыть себе «Тревел». Мы брали в складчину с друзьями, три «Тревела», потому что у бренда «Монодиорио» у них есть «Тревелы», которых нет в России, потому что в России отвратительный дистрибьютор у «Моно» космотека. Но у них есть «Тревелы» на официальном сайте. Можно заказать три разных, но только если ароматы входят в одну линейку. Мне нужен был аромат, не из основной линейки, и, соответственно, его в «Тревелах» можно купить только набором, где три «Тревела» его одного. Поэтому пришлось, собственно, подключить друзей и коллективным разумом насобирать трех человек, которым этот аромат оказался нужен. «Тревелы», конечно, похожи, кстати, к братьям-близнецам. Чуть-чуть отличаются крышки, потому что у «Моночки» крышка чуть уже, а у «Зоологиста» она по ширине полностью совпадает с флаконом. Ну и дальше внешний вид, соответственно. Короче, я говорю об аромате у «Досмантус». Моя «Османтусовая» аддикция. Вот здесь «Османтус» – это, конечно, знаете, это вываренное просто в черноту абрикосовое варенье, которое вы забыли на плите, оно немножко пригорело, с удом, и это все так вот бархатные свечи, платье в пол, какое-то такое настроение, какие-то негромкие разговоры, знаете, дымок сигареты, ужин при свечах, бархат, какой-то такой вот запах тяжелых духов, которые витают в комнате. Вот по настроению он какой-то аромат такой. Ну вот все, вот это вот опять же «Агата Кристи Декаданс», знаете, очень красивый. Очень красивый. «Османтус Уд», собственно, чем названа тем и пахнет. Я не очень большой фанат Уда, но вот этот Уд я хочу носить. Мне 30 тысяч за большой флакон мне не надо. 3 тысячи за один тревел, там, 3 500. Вот как раз то, что нужно. Идеально. Очень хорошо. Прям очень-очень хорошо. Вот. А нет, еще один аромат мне показала. Это вот как раз единственный подарок от бренда в сегодняшней подборке. Остальное как бы за свои кровные была куплена. Я говорю об аромате, который называется «University 25» от бренда «Миколев». Бренд «Миколев» в этом году отпраздновал свое 25-летие, и по этому поводу они выпустили, собственно, юбилейный аромат, который они дарят в корнерах, насколько я знаю, при каких-то покупках. Вот эти нюансы, связанные с возможностью приобретения, сейчас не ко мне, я их не помню, я расскажу о самом аромате, потому что он такая интересная вещь. «Миколеву очень хорошо удается легкая ненавязчивая гурманика. По большому счету все то, на чем стал популярен Киллиан, создавая такую вот ненавязчивую, но при этом интересно закрученную гурманику с фруктами, что самое главное, с фруктами, собственно, Мартин Миколев делала за 10 лет до того. Да, у нее другая подача, и эта подача далеко не всем нравится. Я, например, я знаю, что единственный человек, кому нравятся эти стразики на флаконах, это Лена Коснедан. Потому что я, например, не люблю флаконы Миколев из-за вот этого безумного количества страз на них. И поэтому вот так хорошо, да, вот оно без страз, оно вот такое, часики какие-то по форме, минималистично, ну не то, что прям минималистично, но не слишком броско, лаконично и приятно. А если это прям вот это, вот как обычно она любит эти стразики наклеить чуть ли не вручную, собственно, на самом деле, правда, вручную, мое чувство прекрасного с этим не ладит. И поэтому я там, например, меньше обращаю внимания на эти ароматы. Но объективно, если мы рассматриваем сами парфюмерные жидкости в отрыве от внешнего вида флакона, ведь то, на чем стал популярен Киллиан, на том, что они стали по-другому читать в ароматах фрукты, на такую интересную, не супер сладкую, хитро закрученную гурманику. Мартин Миколев делала это раньше. Та же самая Ананда и, собственно, ее последователи, там Ананда Дольче, Ананда Манго, которую я очень хочу, и многие другие, это ведь все на ту же самую тему. И многие другие ароматы, там тот же самый Ланген Голд, он ведь про сухофрукты, очень интересно, обыгранный парфюм, и другие, другие, другие. Короче, здесь у нас интересная смородина с белыми цветами, чем-то, где-то, ну, вот, собственно, смородиновая часть, у них чуть-чуть пересекается вот здесь, и чуть-чуть пересекается с Изей, но дальше здесь вступает роза, в Изи вступает роза, а тут вступают белые цветы, поэтому ароматы разные, но при этом это очень классно, я совершенно точно буду этот аромат носить, вот, заморочитесь, если вы живете в городе, где есть Корнер Микалев, заворочитесь, как, собственно, эти ароматы можно добыть, потому что я знаю, что они делали юбилейный на 20-летие, вот сейчас они сделали юбилейный на 25-летие. Такие дела. По традиции, напоминаю, что ссылки на все ароматы, о которых я сегодня говорю, есть в описании, потому что время от времени мне пишут, что, а почему они, ну, типа, там, вы как-то флаконом вот так махнули, я не рассмотрел, почему вы не подписываете на экране? Я не подписываю на экране, я подписываю в описании. Там же на некоторые ароматы даже будут ссылки, где их можно приобрести, поэтому проходите туда, не забывайте, пожалуйста, про наш совместный бокс, сэнд-тур, заказывайте, носите сами, дарите другим, отличная вещь, четыре классных аромата, в приятном объеме всем этим, попользуйтесь, составите мнение, возможно, что-то потом приобретете, а возможно, наоборот, вычеркните что-то лишнее из своих хотелок, потому что окажется, что ваше представление, и то, как аромат пахнет в реальности, окажется диаметрально противоположными моментами. В общем, заглядывайте в инфобокс, пишите, пожалуйста, мне в комментариях, какие были ваши последние парфюмерные покупки этого года, не считая того, что может быть там вы под елочку себе приныкали и так далее, потому что у меня вот, например, флакон Шанель 22 лежит под елочку, я его не раскрываю до, собственно, первого января. Также не забывайте, пожалуйста, проделывать весь вот этот ритуал, про который я говорила в самом начале, там лайки, комментарии, да, и все такое, вот, а я вас буду благодарить за внимание, буду прощаться до следующих видео, в этом году выйдет еще два, с итогами года, парфюмерными, целую, обнимаю вас, прощаюсь с вами до следующих видео, пока-пока, отдельная благодарность, конечно, спонсорам этого канала, отдельная, просто мега благодарность спонсорам уровня, эксперт, вы тоже не можете присоединиться к числу этих потрясающих людей, ссылка есть в описании, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok